Практическая психология Вообще развод это такое, что это за явление? Давайте, наверное, с этого начнем. И так ли это все трагично в современном мире? На самом деле ситуация наша меняется. Если раньше развод это был такой вот нонсенс, то сейчас это вполне такое обычное явление. И люди расходятся и довольно-таки расходятся часто мирно, с уважением друг к другу. Но, конечно, это все равно сложная ситуация и для самих родителей, и для детей. Поэтому всегда в этом случае есть о чем поговорить с психологом. Конечно. Говорят, есть такая прямо пословица, что судья человек не потому, как он вошел с тобой в отношения, а потому, как он вышел из этих самых отношений. Ладно, если два взрослых человека принимают решение, что они не могут больше быть вместе, не хотят, нет в этом какой-то такой жизненной необходимости. И если, например, нет детей, то это одна история. История, которую тоже можно, в общем-то, много почитать в книжках и посмотреть в фильмах. Но если есть дети, и дети бывают разного возраста, давайте мы попробуем определиться, что если взрослые люди приняли решение, что они расстаются, то какой первый шаг должен был быть сделан, если есть дети? Конечно, в первую очередь это должно быть взрослые решения и взрослые разговоры на эту тему. Сначала друг с другом, прежде всего. Сначала друг с другом, да. Максимально постараться договориться друг с другом обо всём. О том, как мы будем взаимодействовать между собой, о том, как мы разделим имущество, о том, как мы будем, допустим, решать жилищные вопросы и так далее. То есть это всё, собственно, детей не касается. И здесь, конечно, тоже очень много конфликтных моментов, поэтому... Иногда мы посылаем к юристам. Да. Взрослых людей посылаем к юристам. Взрослые должны решить свои взрослые вопросы между собой. Причём лучше всего не втягивать в эту историю детей, будь то они подростки или маленькие дети, да, чтобы это было ни на глазах, ни на ушах этих самых деток. Да, это действительно очень важно. И когда доходит всё-таки очередь до того, как сообщить об этом детям, то здесь, конечно, тоже нужно быть максимально тактичным. И эта информация должна ребёнку прийти от родителей, а не от бабушек, дедушек, каких-то там посторонних людей, воспитателей в садике, учителя в школе, неважно. То есть, конечно, должны поговорить родители. То есть, берём на себя эту самую смелость, да, ответственно, усаживаем ребёнка, там, например, да, чтобы видеть его глаза, чтобы слышать, что он нам в ответ скажет. Да, и неплохо было бы, чтобы этот разговор состоялся между мамой, папой и ребёнком или детьми, если их несколько. А не так, что, например, муж говорит, да, ну, сама скажешь детям, что мы приняли решение разводиться, да? На самом деле здесь, конечно, нужно вот этот вот разговор, чтобы он состоялся максимально спокойно. И здесь мы очень с большой важностью должны для себя понять, что расходимся мы как муж и жена, а как мама и папа мы, конечно же, для ребёнка остаёмся мамой и папой. И ребёнок должен это почувствовать, что даже если родители, допустим, сейчас уже не любят друг друга, да, не хотят жить вместе, но у него есть вот эти две точки опоры, мама и папа, потому что на самом деле среди взрослых людей очень много обращений уже спустя там многие-многие годы, когда родители говорят, вот там, допустим, что-то с папой у меня не сложились отношения, да, во взрослом возрасте, это что? Это проблемы с социумом, это проблемы с деньгами, да, то есть когда вот эти вот какие-то непрощённые обиды, что-то там, какая-то недоговорённость, и взрослый человек осознаёт, что вот в том возрасте, в том моменте ему вот этой вот опоры не хватило. Поэтому мы должны ребёнку, безусловно, оставить вот эти вот точки опоры. Потом ещё... То есть получается, что мы, как взрослые, разводим такие роли, как муж и жена, да, то есть при разводе мы перестали быть друг для друга мужем, женой, мужчиной и женщиной, да, тоже ключевые такие очень моменты, но у нас есть общие дети, и я продолжаю отыгрывать роль матери, ты продолжаешь отыгрывать роль отца. Всё правильно, да? Да, совершенно верно. Именно вот эту роль надо для себя помнить так, что я по-прежнему мама, я по-прежнему папа, и мы не свои какие-то личные, да, обиды, недоговорённости, какие-то сложности, мы не переносим вот в эти вот родительские отношения по отношению к ребёнку, чтобы это было корректно, чтобы ему дать возможность наслаждаться по-прежнему вот этим своим детством, и когда у него есть мама и папа, которые его любят, которые о нём заботятся. Да, ещё очень важный момент, да, вот в это же самое мгновение, наверное, необходимо проговорить о том, что и папа очень корректно отзывается о маме, да, всегда в присутствии ребёнка, и мама всегда очень корректно отзывается об отце. Да, на самом деле вот это вот уважение, оно крайне важно, потому что ребёнок, неважно, пусть это там ребёнок маленький дошкольного возраста, пусть это там школьник или подросток, если он слышит, что один из родителей плохой, ну, любым другим словом, да, то он это применяет на себя. То есть если папа плохой, значит, во мне есть часть папы, значит, я тоже плохой. Я тоже плохой. И это очень сильно снижает и самооценку ребёнка, это подрывает его уверенность в себе, это всячески ему, ну, так или иначе, его сковывает, да, что вот я какой-то не такой. И ребёнок не может же ничего уже с этим сделать, да, я же часть своего родителя. Мало того, он начинает жить, да, с этим ощущением, что что-то со мной не так, если мой папа плох или, там, моя мама, по мнению, там, например, отца, там, да, не очень достойная женщина. Но вот тут мне ещё хочется заметить, что когда ребёнку в процессе развода приходится выбирать, кто из этих родителей хороший, кто плохой, да, иногда вот именно такое поведение бывает у взрослых, то он как раз проживает вот этот синдром, как он правильно называется, лояльности, да, то есть ему постоянно приходится выбирать, делать выбор. В итоге это невозможно для ребёнка, очень важно, чтобы и мама, и папа в его жизни присутствовали, чтобы и мама, и папа были хорошими. И когда этот, проживает он синдром лояльности, то он может вообще отказаться и от мамы, и от папы, это так-то трагедия. На самом деле такие ситуации бывают, и особенно такие сложности возникают с детьми подросткового возраста. И даже нередко такие бывают ситуации, что подросток, например, не хочет жить ни с мамой, ни с папой, он уходит и живёт там какое-то время, например, с бабушкой. Потому что вот это вот постоянное передёргивание, то туда, то сюда, ты хороший, ты плохой, потом выясняется, что нет, ты плохой, я хороший. И ребёнку очень в этой ситуации бывает сложно. Очень сложно сделать выбор, да. И мы видим даже, когда дети просто уходят из дома, лишь бы только не распасться, как говорится, вот на эти самые атомы, да, потому что для них это тоже тема выживаемости. На самом деле, да. И здесь очень важно как раз, чтобы и родители вот это вот понимали, да, что мы хоть и сами, да, сейчас не в ресурсе, но есть ребёнок, к которому уже некому помочь, да, кроме нас. Если мы его будем ещё так вот всячески раскачивать, то ему будет потом крайне-крайне сложно, и нам потом с ним взаимодействовать дальше тоже будет крайне сложно. Поэтому наша задача не переносить свои переживания на него, и, наоборот, ему дать поддержку. То есть не искать, вот очень часто мы такое, да, надо заметить на консультациях, да, с таким сталкиваемся, что, например, когда родители развелись, то вдруг, если ребёнок остался с мамой, мама начинает искать опору у ребёнка. То есть как бы она как будто опирается на ребёнка, на этого, да. И каждый раз, я говорю, это, ну, как бы непосильная ноша для малыша, даже для подростка. То есть мать всё равно, пережив, прожив развод, должна учиться опираться на себя и давать ещё поддержку и опору своему дитю. Да-да, именно это как раз очень важно бывает. Донести до родителей, когда они расходятся, и вот как раз, допустим, у уже взрослых мальчиков бывает, да, что вот сложности возникают в отношении с мамами. Либо это вот подростковый возраст, либо это уже когда мужчина взрослый и построил свою семью, а мама всё ещё, да, чувствует его как будто бы своим мужем, да, и там как-то ревностно относится к его уже супруге. Да, это вот мы сейчас как раз говорим про перенос ролей, да. То есть когда, например, в семье папа ушёл, а осталась мама и мальчик, там, к примеру, ну, сын, да, вдруг сын начинает отыгрывать роль мужа, да, в психологическом плане. То есть как будто бы он становится партнёром для неё, поддержкой по жизни, да. То есть ты сейчас у меня единственный остался мужчина, да, часто очень такие установки транслируют женщины, и в итоге тем самым, можно сказать, ломает будущую, да, будущую жизнь своему собственному сыну. На самом деле вот когда мы находимся в моменте развода, когда мы находимся вот в моменте вот этих вот всех сложных эмоциональных ситуаций, мы часто забываем о том, что вот это всё, оно будет иметь значение в будущем. И мы смотрим очень узко, да, что сейчас вот я хочу сейчас обидеть, я хочу сейчас как-то задеть, я хочу сделать как-то там больно, да. Мне больно, всем должно быть больно, и все должны вот страдать. Но мы должны смотреть шире на эту ситуацию. Мы должны смотреть уже на будущее, что а как это будет дальше, а что мне это даст дальше, что это будет в будущем, как это вот всё. То есть вот этот момент пройдёт, а тот след, который вот эта ситуация оставит в психике ребёнка, которая ещё довольно-таки слабая, да, она ещё не способна вот это вот всё выдержать, на самом деле это бывает крайне сложно, и потом уже со взрослыми, выходя на эти все ситуации в консультациях, приходится вот к этому снова всё возвращаться. Да, это уже процесс терапии. Так как же правильно сказать детям, объяснить детям, как правильно себя вести в процессе развода, чтобы как можно было меньше последствий? На самом деле сказать можно абсолютно просто, да, не выискивая каких-то там очень сложных слов, терминов. Ребёнку мы говорим о том, что мы больше не хотим жить вместе, как муж и жена, но мы по-прежнему твои мама и папа, мы тебя оба очень любим, просто сейчас мы будем жить, ну, немножко иначе, да, и объяснить как. То есть, допустим, если мы переезжаем с тобой, значит, мы переезжаем. У нас будет новый дом. Да, если, например, папа, папа будет жить где-то отдельно, значит, ну, вот таким образом. У тебя будет два дома. И на самом деле это, ну, ребёнку эту ситуацию важно преподнести спокойно. То есть, если мы сами... Из эмоционального окраса, да? Если мы сами из этого делаем трагедию, то ребёнок, считывая наши эмоции, даже эмоции просто, он тоже начинает нервничать, потому что если он не понимает до конца этой ситуации, он ещё в силу возраста её не понимает, то сейчас он именно ориентируется на наши эмоции, на то, как мы эту ситуацию проживаем. И если мы не можем её... Спокойно принять. Да, спокойно принять и пережить, то, конечно, ребёнок будет это всё переживать, но уже по-своему. Тут подключается и психосоматика, и различные проблемы в поведении ребёнка. Ну, то есть, очень много разных нюансов. Готовиться можно к многому, да? Если вдруг вы понимаете, что это вам не по силам, и что-то выходит из-под контроля, то, слава богу, у нас есть специалисты, к которым можно обратиться. Конечно, да. И здесь, пожалуй, иногда бывает так, что там хотят, чтобы психолог что-то там ребёнку донёс, сказал, объяснил. Но порой бывает важно поговорить с самими родителями, чтобы их правильно настроить, снять их какой-то сильный эмоциональный накал. И тогда уже, чтобы они говорили со своими детьми. То есть, родитель должен сообщать о разводе детям всё-таки из ресурсного состояния, да? Как минимум, из нейтрального. Хорошо. Вот ещё такой очень важный момент, что реакция у ребёнка может быть абсолютно разной. Кто-то выслушает и скажет, отлично, я видела, что вы живёте не очень-то счастливо, и я рада за каждого из вас, может быть, вы порознь будете счастливы. Кто-то скажет, а как вот сейчас мне жить, я даже не представляю, ведь я люблю и маму, и папу. И вот здесь у родителей должны быть готовые варианты, как жить будем. Или же вот это состояние подвижности, как получится, так и будем. Конечно, когда мы даём ребёнку ситуацию определённости, это намного лучше. Порой, да, у нас ещё даже сейчас нету какого-то готового решения у нас самих взрослых, но ребёнку мы должны это преподнести так, что у тебя обязательно будет дом, да, то есть ты не лишишься дома в любом случае, да, может быть, это будет там... Ну, это будет твой мир, да, где ты сможешь... Это будет твой мир, да, мы максимально постараемся сохранить для тебя комфорт. Если, например, речь идёт о каком-то переезде, конечно, нет смысла скрывать от ребёнка, что, да, скорее всего, у тебя будет другой детский сад, например, или ты пойдёшь в другую школу, но не делать из этого трагедию. А настраивать на то, что всё, все перемены будут в лучшую сторону, да? И всё нам по силам. Конечно, и ребёнок очень, опять же, он считывает нас. Если мы понимаем, что мы можем решить эту ситуацию, то есть сейчас в современном мире мы понимаем, что безвыходных ситуаций нет, что у нас есть другие детские сады, у нас есть другие школы, у нас есть очень большое количество различных квартир, различного жилья. Это хорошо, когда у нас есть, например, родственники, и мы можем предложить ребёнку различные варианты, что вот у нас будет вот так. Возможно, да, там, конечно, хотелось бы ещё донести до ребёнка, что неважно, что ты будешь, например, большую часть времени жить там с мамой или с папой, да, ты будешь видеться с другим родителем, даже с учётом того, что, например, мы не будем жить вместе. Да, то есть, опять-таки, дать такую полную картину ребёнку, что у тебя будет возможность вместе с папой, например, или с мамой отдыхать, вместе проводить время, и если договорённости у родителей есть, то тогда можно даже сразу же проговорить, когда это будет, чтобы ребёнок уже мог простраивать, да, вот тоже какие-то свои представления, да, о своей собственной жизни. Давай попробуем, как же может ребёнок среагировать на всё это происходящее? Ребёнок может среагировать по-разному. Конечно, если ребёнок у нас маленький, мы можем не доносить до него сразу слишком много информации. То есть, чаще всего именно такие школьного возраста ребята, подростки, они начинают уже больше вопросов задавать родителю сразу же. Для ребёнка дошкольного возраста, ну, для него пока как бы очень важно дозированно эту информацию давать, и постепенно у него могут возникать какие-то вопросы. Мы постепенно на них отвечаем. Когда ребёнок, ну, конечно, хорошо с ребёнком на эту тему постоянно разговаривать. То есть, возник у него вопрос, мы разговариваем. Да, то есть мы не молчим и ни в коем случае не говорим о том, что я с тобой потом поговорю об этом, да, чтобы у него был, есть вопрос, есть ответ. Потому что он так же, как и вы сами, начинает простраивать свой новый мир, да, который вот состоит вот из таких деталей. А когда я увижусь, например, с мамой, а когда я увижусь с папой, а пойдём ли мы вместе там в цирк, да, а можно ли, чтобы мне кто-то почитал там на ночь книжку? И для него это целый мир, и этот мир должен продолжать сиять яркими красками. Здесь ещё важный момент, какие вообще отношения были до, в принципе, до ситуации развода. Если, например, один из родителей и так уже очень мало принимал участие в жизни ребёнка, то возможно, что как бы ребёнок сильно и не заметит, да, что что-то у нас изменилось в нашей жизни. Это, кстати, очень такая распространённая история. Да, к сожалению, часто такое бывает, и, ну, в любом случае, дети растут, и ситуация меняется. И даже если, например, мужчина, да, мало принимал участие в воспитании ребёнка, ну, по разным причинам, может быть, он очень много работал, может быть, он просто не понимал, что он может делать с ребёнком такого маленького возраста. Но дети растут, и так или иначе у родителей в жизни что-то меняется, что-то меняется в их мировоззрении, в восприятии тех или иных ситуаций. Поэтому говорить, что если папа никогда не общался с ребёнком, или там очень мало ему уделял внимания, что он никогда не захочет этого общения, на самом деле нередки ситуации, когда спустя время и дети сами ищут общение со своими вторыми родителями, и родители тоже всячески пытаются создать вот этот вот контакт, чтобы узнать, что тебе сейчас интересно, как ты сейчас живёшь, как я могу поучаствовать в своей жизни. А вот есть ли, Аня, такой момент, тоже мы в практике часто встречаем, что особенно это часто бывает в подростковом периоде, да, когда родители развелись, и подросток выбирает сторону того родителя, с которым он остался, и отказывается от встреч, от общения с другим родителем. Вот как тут быть? Ну, на самом деле, во-первых, снова повторюсь, что всё меняется. Если сегодня подросток обижен, сегодня подросток там как-то вот агрессивно настроен по отношению к другому родителю, здесь мы ещё должны не отбрасывать в сторону вообще, в принципе, возрастные особенности подростков. Вот давай про это проговорим. Здесь очень важный момент, то, что подростки вообще, они в принципе, им самим с собой сложно. Поэтому, когда возникают такие вот ещё ситуации, им ещё сложнее самим с собой. Они не могут даже толком проговорить, а что вообще, что мне не нравится-то в папе, да, что мне там нравится в маме, почему я там, допустим, хочу с одним общаться, родителям с другим не хочу. Конечно, их надо выводить на разговоры. Эти разговоры должны быть постоянными, пусть там какими-то такими небольшими, но тем не менее не замалчивать. Вот смотри, и тут тоже может быть разная причина, да, например, ребёнок сам не осознавая, например, он взял причину того, чтобы не общаться с отцом только потому, что он решил поддержать, например, маму, с которой он остался, да, или наоборот, например, мама ему кажется в этот период очень, например, там истерично, очень неудобно, непонятно, да, то он всячески бежит из этой некомфортной зоны, да, в сторону, например, наоборот отца, который, может быть, даже ушёл, да, из семьи тоже по причине истеричности, непонятностей и как бы неадекватности, там, например, той или иной женщины, да. Вот во всех этих историях в любом случае родитель тот, которому тянется ребёнок, он как себя должен повести? Конечно, не надо говорить ничего плохого о другом родителе. Здесь наша задача подростку помочь, просто помочь в этой ситуации, может быть, что-то объяснить, может быть, как-то с ним проговорить ситуацию, да, что вот, так скажем, отбросив эмоции, оставить только саму ситуацию, что такое происходит и, ну, как дальше может развернуться ситуация. Ну, вот даже, вот давай вот прямо на примере, да, приведём, например, подросток отказывается от общения с отцом, да, а некоторые мамы, пребывая в боли, в точке боли, да, они даже где-то там внутри рады, ну, вот видишь, я же говорила, да, как должна мудрая мама поступить? Я вот всё, чтобы, знаешь, чтобы мы прямо вот, да, вот так, как говорится, по буквам объяснили сейчас нашим слушателям, да, что, чтобы вы там не испытывали, вы должны ребёнку объяснить, что нельзя отказываться от отца, да, что это сохранность, прежде всего, твоей цельности, целостности, да, что всё равно давай мы будем каким-то образом простраивать эти отношения. Может быть, это не, ну, как бы не в том объёме, в котором ты сейчас готов, да, пусть это будет телефонный звонок, пусть это будет там встреча, там, раз, не знаю, там, в месяц, да, но не теряй её, эту связь. На самом деле, конечно, если подросток, ну, вот бывает, что прямо так они, ну, очень-очень агрессивно, да, что нет, 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 ни за что, ну, конечно, в этой ситуации может быть прямо вот очень сильно настаивать, как правило, для подростков это имеет обратный эффект. Но проговорить, чтобы он услышал это, да, что я не против, я только за то, чтобы ты, да, продолжал общение с отцом, например, там, да, или продолжал общение с матерью, да? Конечно, мы не, ну, как бы, можем, да, опять же, и для подростка мы можем разделить это. То есть, да, у меня есть какие-то, там, претензии, допустим, к моему бывшему мужу или, там, к моей бывшей жене, но... Как папа он идеален. Как папа, да, как мама, мы по-прежнему с тобой, да, и наша задача тебе помогать. Потому что на самом деле в подростковом возрасте ведь сейчас очень много задач, да, даже начиная от подготовки, там, к ОГЭ, ЕГЭ, выбора профессии и так далее. То есть, если мы сейчас будем окунаться только в свои эмоции, то мы можем ребёнку не помочь вовремя в решении его задач, в решении тех актуальных вопросов, которые есть в его жизни. И, пожалуй, когда мы общаемся с, да, между бывшими супругами, когда общение складывается, то здесь вот мы как раз должны сделать акцент на том, что нужно нашему ребёнку, да? Может быть, там, нужно его отправить в лагерь, может быть, ему нужны какие-то дополнительные курсы, может быть, ему нужна помощь по какому-то предмету, может быть, у него есть какое-то увлечение, да, и нам нужно его как-то поддержать. Может быть, наоборот, возникла какая-то, ну, там, неприятная ситуация, может быть, ну, в общении с, там, друзьями, с одноклассниками. Что мы можем сделать, чтобы решить эти вопросы? Мало того, мы с вами, как специалисты, понимаем, что чаще всего при разводе, если это подростковый период, да, нам дети выдают какие-то поведенческие реакции. И вот здесь, опять-таки, дети что делают? Они пытаются объединить ту семейную систему, которая распадается у них на глазах, да? И вот тут надо чётко понимать, что дать ребёнку объяснить, что ты своим поведением сейчас всё равно не вернёшь вот маму и папу. Ты всё равно нас сейчас не объединишь, поэтому не надо сейчас, да, вот творить то, что ты придумал, да, как бы тем самым, что, ну, вот сейчас они у меня там, я им покажу, там, часто ещё подростки такие говорят. Да, я вот сейчас убегу, да, и они вот будут вдвоём меня искать. Да, есть такие истории. То есть мы снимаем с ребёнка ответственность за объединение, да, как бы семейной системы. Мы говорим, что всё равно этого уже не случится, да, и не надо сейчас брать на себя за это ответственность. Конечно, нам, опять же, мы ребёнку объясняем, что как мама и папа, да, вот давай мы будем вот в этой нише взаимодействовать, и мы это будем делать, и мы можем в этом быть максимально эффективны, да. Наши отношения межличностные, это наши отношения, и мы будем в них, ну, собственно, разбираться сами. Угу. Поэтому и ребёнка на это же, так скажем, ориентировать. Ну, и объясняя ему, да, может быть, на примере каких-то фильмов, каких-то ситуаций в вашем окружении, да, что, ну, вот смотри, ну, вот там, да, ну, разошлись родители, но ведь это не мешает, там, твоему другу взаимодействовать и с мамой, и с папой, да, куда-то там ездить, отдыхать, там, участвовать в каких-то конкурсах и так далее. То есть это не сделало его несчастным, не сделало его каким-то там не таким, да, ну, вот так бывает. Практическая психология. Сегодня взяли тему развод родителей, как быть в этой ситуации детям. У меня в гостях Анна Кочарова, психолог и многодетная мама. Есть ли у нас какие-то, прямо вот, может быть, с примерами, да, с какими вопросами чаще всего обращаются родители вот в данной ситуации? Если взять ситуацию развода, когда дети более младшего возраста, да, например, дошкольного возраста, то чаще всего обращаются с тем, что у ребёнка появились какие-то проблемы в поведении, ну, и сюда часто очень приплетается психосоматика, потому что, ну, ребёнок не может умом всё это, как бы, пережить, и он это всё переживает телом. Через тело. Поэтому чаще всего обращаются родители с тем, что вот у ребёнка поведенческие проблемы, да, на него жалуются в садике, сделайте с ним что-нибудь. Да, или, например, он стал агрессивный, да, стал или замкнутым, да, меньше входит в коммуникации. И для многих родителей это тоже, как бы, да, история ужас-ужас-ужас-ужас. На самом деле всё можно пережить, если только чувствовать это и помочь вовремя ребёнку. Здесь как раз самая наша главная задача докопаться до истинной причины. То есть, ну, да, мы видим, что с ребёнком вот это вот происходит, но первопричина-то не в том, что он, там, от природы агрессивный, а в том, что он вот так вот переживает ту или иную ситуацию. То есть такая реакция. Такая реакция. И здесь бывает важно проговорить с родителями, что вот он, вот так вот он реагирует на то, что происходит между вами. И здесь уже бывает важно дать рекомендации родителям, да, как вот свою ситуацию разрешить, чтобы ребёнку было комфортно. И, как правило, уходит вот эта вот первопричина, которая вызвала такую реакцию, и проблема у ребёнка тоже уходит. То есть, опять-таки, мы, как взрослые, начинаем работать сами с собой, да, со своими эмоциями, со своими переживаниями, со своими какими-то обидами, там, да, претензиями друг к другу. И так это или иначе отражается на поведении ребёнка. Да, ребёнок нас считывает, мы успокоились, и ребёнку тоже стало легче. Ну и ребёнку иногда надо тоже, бывает, помочь, да, например, научить его терапевтировать себя с помощью рисунка, да, например, где-то, может быть, выйти и прокричаться, да, как бы научить снимать вот это психоэмоциональное напряжение с позиции экологичного, социально одобряемой формы, да, а не колотить всех поподряд, не пинать. Часто бывает, что в этих ситуациях родители очень, там, нервничают, да, что ребёнок начал рисовать какие-то непонятные рисунки, или, там, использует только простой карандаш, или чёрный карандаш, или там всё рвёт, всё режет. На самом деле не надо у него отбирать ножницы и чёрный карандаш. Он так сам себе помогает, да, вот он нашёл такой вот выплеск эмоций, ему так легче. Он справляется вот этими своими способами. Мы можем ему ещё подсказать какие-то варианты. Родитель может ему подсказать какие-то ещё варианты. И плюс родитель работает сам с собой. И всё это в совокупности помогает разрешить ту проблему, с которой родители обратились. Если родители обращаются с детьми дошкольного возраста как раз вот в ситуации, что, например, ребёнок не хочет общаться с папой, или вот он, допустим, сходил к папе в гости, и он приходит какой-то не такой. Тоже, ну, такая довольно-таки распространённая история. И всё равно, так или иначе, первопричина лежит в том, что у родителей есть какие-то претензии друг к другу. И либо там, допустим, папа некорректно говорит о маме, мама некорректно говорит о папе, и ребёнок, когда идёт к папе, он себя чувствует предателем по отношению к маме. То есть он маленький, он ещё этого не может назвать словами, но вот это вот его ощущение, что я как будто бы не имею права любить папу. Да, потому что вот мама его не любит, и я тоже не имею права. А потом оказывается, что у папы-то хорошо, и папа-то ничего плохого не желает. И вот этот вот внутренний раздрай, и, конечно, ребёнок возвращается домой вот в таком непонятном состоянии. Как мне любить и маму, и папу, если я их обоих люблю, а там одного из родителей мне любить нельзя. С подростками часто обращаются, тоже бывает, что не хочет подросток общаться с одним из родителей, или, наоборот, родители не хотят общаться с подростком. Ну, здесь тоже ситуации, конечно, бывают разные, но что важно помнить, что это всё временно. Если подросток не хочет сегодня, это не значит, что он не захочет завтра. И если родитель, даже которого так или иначе подросток сейчас игнорирует, если он всё-таки любыми способами, пусть понемногу, но ребёнку даёт понять, что я рядом, я рядом. Если тебе нужна помощь, я рядом. И так или иначе, это даёт свой результат. Подросток понимает, что даже вот пусть я вот такой колючий, всё равно меня любят. Причём, безусловно, и всегда будут рады меня видеть, и всегда меня примут, да? И в какой-то сложной ситуации он понимает, что я могу обратиться. Да, то есть я где-то немножко вот эти свои колючки уберу, и всё-таки, да, я могу обратиться. Ну, а про колючки мы помним, что это всё равно такая своего рода психологическая защита, да? Может быть, даже на ту ситуацию, которая так или иначе возникла в семейной системе. Да, конечно. И, ну, опять же, не откидываем, да? Кризис трёх лет – это перевёрнутый кризис подросткового возраста. То есть вот эти вот все колючки, вот эти вот все я сам, да, они, конечно, ну, никуда от них не деться. И если ещё в этот момент мы усиливаем какой-то ситуации сложной такой вот болезненной, то все эти вот особенности, они как раз вот так иначе в негативном ключе нам очень бывает больно проявляются. Хорошо. Итак, подведём такие немного, ну, как бы, да, итоги. Значит, главное, чтобы быть честными с собой в этой ситуации, не скрывать от детей, корректно общаться друг с другом, оставаться на уважительных тонах, говорить и отвечать детям на все их вопросы, быть готовым сесть с ними и обсудить всё это честно, да, с детьми, прорисовать, проговорить ребёнку, как будет складываться жизнь его после развода и соблюдать все договорённости. Правильно? Да. Да. И ещё что вот хотелось бы сказать родителям, которые, ну, неважно, да, сейчас разводятся или уже развелись и сейчас какие-то возникают сложности с взаимоотношениями с бывшими супругами, да, то есть со вторыми родителями, смотрите немножко шире и смотрите немножко вперёд. Потому что бывает так, что сейчас это больно, а ребёнку это важно. И мы можем ему дать вот этот вот фундамент. К сожалению, так случается, что мы с вами болеем, мы уезжаем, мы умираем даже в конце концов. И когда у ребёнка больше вот этих точек опоры, больше взрослых, к которым он может обратиться, то ребёнку жить-то становится легче, потому что он понимает, что он не один в этом мире, что вся жизнь не замыкается на одной маме, да. Пожалуйста, дайте ему больше вот этих точек опоры. Отлично. Давай ещё у нас есть время, проговорим, что можно почитать, что можно посмотреть на эту тему. Очень хорошие книги современного автора Ирины Млодик. Прямо вот обратите внимание, такое замечательное название «Книги для неидеальных родителей». Она очень много говорит о чувствах, о чувствах детей, о чувствах родителей. И книги эти читаются очень легко, и они дают понимание, да, что же происходит у меня в голове, что происходит в голове у ребёнка, и как нам помочь друг другу, как нам где-то даже не ранить друг друга лишний раз. Да, в этих сложных ситуациях. Есть также книги, которые адресованы детям, да, то есть этого же автора, тоже Ирины Млодик. То, что можно, когда у вас не хватает слов, которые книги можно дать ребёнку почитать, чтобы он для себя вот эти вот какие-то простые истины понял, усвоил, да, и, может быть, с этой книгой, да, у вас будет какое-то ещё общение между собой. Конечно, есть хорошие фильмы, и даже и новые, и старые, да, может быть, вот вы помните фильм «Мачеха» с Джулией Робертсом, довольно-таки старый фильм, но тоже очень много о чувствах детей, что происходит, как происходит, как им влиться вот в эту новую жизненную ситуацию, как принять новую семью, отца, матери. И вот об этом тоже можно посмотреть. Интересная ситуация описана, показана в фильме «Пальма», да, недавно вышел фильм, вроде бы фильм про собаку, да, но вот этот вот мальчик, который так в ту собаку влюбился, его жизненная трагедия в том, что он потерял свою маму, и его, можно сказать, отдали, да, отцу, который его никогда не видел, вообще понятия не имеет, как с ним взаимодействовать, и как вот они этот контакт между собой находят. И вот, пожалуй, я ещё тоже, да, подскажу, книга очень интересная, «Беды развода и пути их преодоления». Гельмут Фигдор, да, ведущий специалист в области развода, австрийский психоаналитик, вот он написал эту книгу, просто можно её легко просто прочитать и найти ответы на очень сложные вопросы. Сейчас, на самом деле, информации очень много. Самое главное, да, было бы желание, то есть, когда человек начинает искать, он, безусловно, находит для себя какие-то очень комфортные книги, понятные, да, какие-то фильмы, которые ему душой откликаются и помогают вот эти все ситуации прожить и найти какие-то новые смыслы и выйти в свой, так скажем, новый этап жизни. Спасибо большое. Сегодня вместе с Анной Кочеровой, психологом и многодетной мамой, мы поднимали тему развод родителей, как быть в этой ситуации детям. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, счастья и крепкого-крепкого здоровья. До свидания. Всех благ. Практическая психология.